Я обещал не участвовать в склоках, связанных со всеми проблемами вокруг долевого строительства и сообществ обманутых дольщиков. Бирбанк в Екатеринбурге вынес положительное решение о рассмотрении аккредитации застройщика в рамках первичной заявки. Дольщики без конца обращаются к своему застройщику, это ООО «Стройинвестуфа». Он может быть достроит им квартиру. Выглядит это, конечно, как какое-то завуалированное мошенничество. Причем делается это при участии нашего рекоператора. Даже власти поняли, что это большая проблема. Тогда еще у нас здесь был Рустам Хамитов и его команда-банда. Дело в том, что крайне мало информации на этот счет. Информация очень противоречивая. Страшные заговоры, которые плетутся в политической сфере Республики Башкортостан. Мы давно всерьез и полноценно не говорили о долевом строительстве, о проблеме дольщиков в Башкирии. Как-то немножко ушла эта проблема на второй план на фоне Сибайской катастрофы. Как-то приходилось в последних передачах краем задевать эту тему, и то не очень сильно. И вот этот выпуск мы практически целиком посвятим проблеме долевого строительства, устройству взаимодействия власти и сообществ обманутых дольщиков, анализу того, насколько продвинулась новая башкирская власть по пути решения проблемы обманутых дольщиков, и какие проблемы есть в этой сфере. Вопреки правилам жанра, я начну с мелких новостей и анонсов, а потом перейдем уже к основному, так сказать, философскому вопросу в области долевого строительства. Так вот, по поводу мелких новостей, это то, что меня позабавила реакция лидеров движения обманутых дольщиков, я имею в виду Зульфии Гайсиной, на ту, прямо скажем, мягкую критику, которая прозвучала в одной из предыдущих передач. Зульфия неожиданно разразилась какими-то там совершенно истерическими постами и опросами на тему, нужен ли Башкортостану Паталицын, в общем, с последующим искажением результатов и самих вопросов. В общем, я, честно говоря, растерялся, я обещал не участвовать в склоках, связанных со всеми проблемами вокруг долевого строительства и сообществ обманутых дольщиков. Я постараюсь свое обещание выполнить, но также я обещал заниматься этой проблемой и буду ей заниматься. В связи с этими всеми странными реакциями и истериками, я хочу сказать, что я погружусь глубоко и основательно в подоплеку вообще вот этого движения «Лишние люди», в подоплеку ее лидеров и попытаюсь понять вместе с нашими зрителями, откуда они взялись и куда нас ведут. В связи с этим я уже начал заниматься, например, конкретно историей объекта «Башстрой». Очень давно, больше года назад мы даже снимали сюжет по просьбе, собственно, самой Зульфии Гайсиной по поводу этого объекта в Стелетомаке, я имею в виду компанию «Башстрой». И вот я сейчас вернусь к этой истории и покопаюсь в ней, потому что у меня появились данные о том, что все на самом деле не совсем так, как представляется и в средствах массовой информации, и даже не совсем так, как было в решениях судов, которые прошли по этому объекту. Как мне кажется, существует некий необычный для последних времен рецепт решения проблемы обманутых дольщиков «Башстрой». Кроме того, «Башстрой» сам по себе является достаточно необычной ситуацией, где фактически нет обманутых дольщиков в таком классическом понимании, где застройщик, ну, по крайней мере, до июра обманул бы дольщиков. Ну, это чуть позже, сейчас я собираю материалы, документы, взаимодействуемые там со Стелетомакскими товарищами и в том числе с правоохранительными органами, которые предоставили очень интересные документы на этот счет. Если у кого-то есть что-то по поводу «Башстрой» мне рассказать, я готов выслушать или прочитать почту, телефон, мы ее показываем в каждой передаче, будем благодарны. И к оперативным новостям в этой сфере. Начнем с «Серебряного ручья», потому что по этому объекту, в отличие от прошлой недели, мне удалось получить достаточно много интересной информации. Напомню, что схема, по которой решаются проблемы этого объекта, заключена в двух частях. Первая часть – это продажа бизнес-центра «Салават Юлаев», принадлежащего его застройщику. Вторая часть – это получение кредита. И обе эти части, они очень связаны между собой, потому что банк не даст кредит, если не продастся бизнес-центр. Бизнес-центр не будет продаваться, если не даст кредит банк. В общем, все это должно идти параллельно. Так вот, банк мне сообщил, что Сбербанк в Екатеринбурге вынес положительное решение о рассмотрении аккредитации застройщика в рамках перевычной заявки. Ну, что это значит в переводе с банковского на русский? Значит, это то, что, условно говоря, первичные соглашения достигнуты. Банк принципиально рассмотрел возможность выделения кредита в размере 400-500 миллионов. Там это будет уточняться уже по технической документации. И теперь застройщик и банк перешли в фазу согласования уже подробных технических документов. Это и бизнес-план, это и график платежей, ну и прочее-прочее. Этих документов очень много. Процесс может занять по осторожным прогнозам банкиров от двух до четырех недель. То есть, точнее, никто сказать не может. Просто в процессе там оформления могут возникать всякие нюансы. Застройщик смог реализовать коммерческую недвижимость в девятом или десятом доме. Я не могу сказать точно, но, по-моему, в девятом. Там на первых этажах полностью это не жилые помещения, это магазины, банки. Ну, то есть, такие коммерческие офисные помещения. Так вот, несколько этих помещений на общую сумму 15 миллионов рублей удалось реализовать. Реализовать по бартеру с строительными организациями, подрядными организациями. Они будут на эту сумму там вести работы именно в девятом-десятом домах. Значит, это электромонтажные работы, это слаботочка, это пожарная сигнализация, домофонная сеть. Уже сейчас, вот как раз по девятому-десятому дому, значит, ведутся вот эти работы, насколько мне известно. Вообще, неплохо было бы это, конечно, все проверить и съездить туда. Но если у кого-то есть информация там в виде фото и видео, то мы будем благодарны к следующей неделе ее получить. Либо съездим сами. На десятом доме тоже неспешно идут кое-какие работы. Завершена отделка там мест общего пользования, как вот нам сообщил застройщик. Тоже монтаж пожарной сигнализации и домофонной системы. Ну, безусловно, все это пока мелочи. И действительно, реальное, настоящее строительство этого объекта начнется только тогда, когда завершатся вот эти два главных процесса, а я имею в виду именно продажу бизнес-центра и получение кредита Сбербанки. Еще одной интересной новостью этой недели, связанной с Серебряным ручьем, стало то, что постепенно становится известна сумма сделки, за которую будет продан бизнес-центр Салат Юлаева. На этой неделе прозвучала цифра 1 миллиард 100 миллионов. То есть, я немножко удивился, конечно, что сумма выбежала за миллиард. Ну, я не знаю, какие там уж внутренние есть договоренности и какие-то процессы, но, тем не менее, стал миллиард 100, может, инфляция началась, может, еще что. Напомню, что общая площадь бизнес-центра Салат Юлаев составляет почти 22 тысячи квадратных метров. Из них 17 тысяч квадратных метров – это полезная площадь. И вот сумма сделки начинает появляться, вырисовываться и названа в 1 миллиард 100 миллионов рублей. Очень странное письмо пришло мне на почту от дольщиков жилого комплекса «Воскресенский», который находится в третьем микрорайоне в Глумилино. Ну, честно говоря, я с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Они описывают ситуацию следующим образом. Вообще, дом в этом жилом комплексе должен был быть сдан в 2017 году еще. То есть, два года, конечно, по нынешним меркам не великая просрочка, но уже два года как. После этого перенесли на декабрь 2018 года. Теперь уже стало известно, что опять город продлил приемку дома до апреля 2019 года. Собственно, в чем проблема? Дело-то обычное, да, не сдают дома, не сдают. Но дольщики утверждают, что дом готов там на 99,9%. Все коммуникации, все отделки, все сделано и дом не сдается. Дольщики без конца обращаются к своему застройщику. Это ООО «Строинвест.Уфа». Внятного ответа не получают, и у них появляется уже определенного рода паранойя. Значит, они в своем письме предполагают, что какая-то страшная коррупционная схема. Кто-то кому-то что-то должен заплатить, или кто-то у кого-то что-то вымогает. Имеется в виду то ли разрешение на эксплуатацию, то ли какие-то еще разрешительные документы, которые делают в городе, или в госстрою, или еще где-то, где-то. Но, в общем, они понять не могут, где собака здесь зарыта. Дом стоит готовый, и дом не сдается. То ли его берегут там какому-то торжественному моменту в контексте ближайших выборов, то ли еще что-то происходит, я не знаю. Но, в общем, надо, конечно, поинтересоваться. Если у кого-то есть какая-то информация по поводу ЖК «Воскресенский» Глумилина-3, и буду благодарен, чтобы понять самому и попытаться объяснить людям, что там происходит. Еще появились новости по поводу пресловутого Менделеевского треугольника, самого долгого долгостроя, простите за тавтологию, в Башкирии и в Уфе. Напомню, что этот объект строится уже больше 10 лет. Так вот, новости, к сожалению, тревожные и печальные. Прошлой осенью всем казалось, что проблема нашла решение. Достаточно громко еще при Хамитове было заявлено, что наконец-то применили новую схему, когда привлекается новый застройщик, которому затраты на достройку проблемного жилья компенсируются за счет выданного участка и так далее. Все кричали «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Однако выяснилось, что не все так радужно в этой схеме. Новый застройщик, муниципальный застройщик УСЗН оказался не вполне способным исполнить эту функцию. И вот как это выглядит. Недавно проводилось собрание членов кооператива вот этого дома 128-1 по улице Менделеева, где выяснилось, что у нового застройщика УСЗН совершенно нет никаких средств на то, чтобы начать стройку и осваивать ту территорию, которую выдают ему в качестве компенсации. Оказывается, расселение этих ветких бараков, которые находятся на этом лакомом куске земли на улице Менделеева, должно произойти за государственный счет. И оказывается, у нового застройщика нет никаких возможностей организовать коммуникации для новых домов, которые будут построены в компенсацию за достройку вот этого несчастного дома Менделеева 128-1. Тупик. Застройщик пытается сейчас выманить у членов вот этого строительного кооператива Менделеевский треугольник право на использование тех коммуникаций, которые есть в их доме. Складывается такая ситуация, что застройщик вместо того, чтобы начать достраивать этот дом, отдать квартиры несчастным дольщикам, которые ждут их больше 10 лет, предлагают получить эти коммуникации, начать строить другие дома, продавать их, и, может быть, когда-нибудь потом на вырученные деньги, которые, может быть, удастся заработать, он, может быть, достроит им квартиры. Выглядит это, конечно, ну, как какое-то завуалированное мошенничество, причем делается это при участии нашего рекоператора по содействию строительства проблемных объектов и так далее. В общем, на следующей неделе мы обязательно поедем на этот объект, пообщаемся с дольщиками, попробуем пообщаться с руководством вот этого жилищного кооператива, который там существует, попробуем пообщаться с представителями нового застройщика, если они захотят это делать, и выясним, куда движется эта замечательная новая схема, которую внедрил еще Рустем Хамитов на этом многострадальном объекте. Ну и к главной теме сегодняшнего выпуска, к анализу взаимодействия обманутых дольщиков, сообществ обманутых дольщиков и новых властей в Башкирии. Чтобы понять, насколько правильно или неправильно происходят эти процессы, наверное, нужно немножко оглянуться и понять, как это было устроено раньше. В определенный момент в Башкирии, да и во всей России, внезапно появилась проблема обманутых дольщиков. Ну, конечно же, эта история возникла не на пустом месте и не внезапно. Просто власти, как обычно, проморгали накопительный процесс вот этой проблемы. Никто не уделял должного внимания там всяким событиям. Ну, что-то там где-то какие-то застройщики кого-то обманывают, какие-то там люди, купившие квартиры, их не могут получить. Долгое время всем казалось, что, ну, в общем-то, это, наверное, какая-то рядовая история. Среди многих проблем, которые есть в России, ну, здесь обманывают, там обманывают и так далее. Однако, в какой-то момент это все выстрелило, оказалось гигантской проблемой. То, что касается Уфы и Башкирии, ну, в первую очередь это проявилось в вот этих мега-объектах, таких как Миловский парк, Серебряный ручей, Новый Булгаково, где-то там цветы Башкирии и еще несколько десятков мелких объектов, где 50, где 100, где 200 дольщиков, но в сумме это огромное количество. В пике, да, собственно, и до сих пор количество обманутых дольщиков, которых до сих пор не смогли посчитать точно, но, на мой взгляд, колеблется где-то от 5 до 7 тысяч человек в Башкирии. Это очень много. Если складывать членов семьи и вообще людей, которых это все касается, это получается очень обширная, в общем-то, часть населения, это уже, наверное, где-то, если так вот брать средние семьи и причастных к этому, это где-то уже, наверное, в районе 50-60 тысяч, а может быть и больше человек, может быть до 100 тысяч человек, я не знаю точно. Ну, в общем, в определенный момент даже власти поняли, что это большая проблема. И тогда еще у нас здесь был Рустам Хамитов и его команда банды, значит, вроде как начали этим заниматься. Занимались, конечно, при Хамитове этой проблемой по принципу пожарной команды. Там, где что-нибудь начинало шуметь, гореть и дурно пахнуть, туда направляли какие-то ресурсы и силы, внимание, и пытались это все дело загасить. И все это носило характер таких вот периодических вспышек. Со временем эти вспышки начали сливаться в общее сияние, и стали появляться какие-то совместные мероприятия дольщиков, я имею в виду митинги, какие-то акции протеста, пикеты без конца, которые стояли около Белого дома. И неизбежно, закономерно стали формироваться, во-первых, инициативные группы, во-вторых, сообщества этих инициативных групп. Структура вот этого общественного явления, сообщества обманутых дольщиков, это очень любопытная структура с точки зрения изучения, наверное, теми людьми, которые интересуются политическими и общественными процессами. На мой взгляд, самым необычным и феноменальным явлением вот в этой среде является то, что это объединение абсолютно необъединяемых людей. То есть, как правило, люди объединяются в какие-то сообщества по близости социальной, экономической, политической, ну, гендерной, в конце концов. А в этой ситуации людей объединила проблема, вот когда смотришь структуру жильцов какого-нибудь многоквартирного дома, понимаешь, что в целом это хаос и набор совершенно случайных людей, которые вот по стечению обстоятельств приобрели право на квартиры в этом доме. Очень разный социальный статус, очень разный, значит, статус материальный, очень разные уровни интеллектов, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, эти люди превращаются в некое сообщество. Конечно, внутри подобного своеобразного сообщества возникает масса противоречий и разночтений. Сформироваться этим сообществом в какую-то единую силу очень сложно, но у них есть цементирующее начало, именно та общая проблема, которая их объединяет вне зависимости от их взглядов политических, скажем так, социальных и материального положения. Это вот проблема с неполученным жильем. Рано или поздно эти сообщества породили изнутри себя некие инициативные группы, это те люди, которые максимально готовы заниматься этим вопросом на уровне всевозможных административных контактов, на уровне всевозможных конфликтных, собственно, процессов. Я имею в виду организацию вот этих митингов, каких-то акций и прочих вещей. И вообще, эти инициативные группы складываются в первую очередь из людей, которые, ну, условно говоря, могут себе представить некую деятельность вне пассивного ожидания получения этих квартир. Конечно же, подобные сообщества, ну, чрезвычайно опасны для власти, и это в том числе понимали даже при Рустеме Хамитове. Самым пиком взаимодействия с сообществом обманутых дольщиков был период перед выборами президента 1918 года. Это был момент, когда именно дольщики в Башкирии заняли самую активную, самую резкую позицию, которая могла нанести имиджевый вред Рустему Хамитову. Было четко понятно, что именно выступления обманутых дольщиков могут, ну, понизить, условно говоря, рейтинг главного претендента на пост президента страны Владимира Путина в Башкортостане. И были предприняты титанические усилия. Напомню, что именно в этот момент госстрою Республики Башкортостан было дано задание, ну, вкратце оно звучало примерно так. Обещайте все, что хотите, но только чтобы не было никаких митингов перед выборами и перед приездом Путина в Уфу. Ну, последнюю задачу исполнить не получилось, потому что митингов не было, но были пикеты именно по Миловскому парку. Пикеты стояли по всему городу, потому что маршрут передвижения Путина, как обычно, держится в секрете. И, конечно же, эта история, в принципе, дошла до адресата. Я имею в виду то, что пикеты и пикетчики были замечены и сотрудниками ФСО, и сотрудниками, сопровождавшими Владимира Путина в Уфе. Наверное, какая-то там галочка-палочка была поставлена в какой-нибудь циркуляр. В общем, конечно, я думаю, что Рустаму Хамитову эта история аукнулась в определенный момент. Что же касается технических и фактических результатов деятельности той команды, которая, условно, год назад занималась вот этой проблемой в Уфе, результаты эти были весьма скромными, если не сказать нулевыми. Заключались они в основном в попытке дискредитировать само движение обманутых дольщиков, попытке найти внутри какие-то расколы, трещины в них клинится, ввести туда каких-нибудь провокаторов, дезинформаторов. Но, на мой взгляд, одним из ярких успехов команды Хамитова был Владимир Гуськов, неформальный лидер сообщества обманутых дольщиков Миловского парка. Человек этот долго и, ну, в отрицательном смысле успешно водил по пустыне дольщиков, морочим голову всякими, созданием всяких структур, как он сказал, мы создадим министерство того. Там, ну, было одно собрание, которое очень тяжелое такое впечатление произвело, это собрание, ну, с точки зрения там психиатрического компонента, потому что господину Гуськову несло так, что он уже заговорился, договорился до каких-то абсолютно бредовых вещей. Он, значит, видимо, человек возомнил в какой-то момент себя каким-то политиком, лидером, каким-то оратором и начал рассказывать о том, как в Миловском парке создадут город, сад, отдельное государство, отдельное министерство, там у нас будет министерство финансов, у нас будет министерство там мира, дружбы и красоты. В общем, несло мужика очень сильно. Но, на самом деле, под всей этой историей находилась достаточно грязная манипуляция со стороны администрации тогда еще Хамитова, попытка взять под контроль вот эти движения через лидеров, попытка оттянуть время, попытка заболтать и дать возможность истинным виновникам проблемы Миловского парка уйти от ответственности. Собственно, на мой взгляд, эта попытка увенчалась успехом, пока Гуськов морочил голову несчастным дольщикам Миловского парка, все истинные виновники этой финансовой катастрофы успели спрятать концы в воду, разбежаться, перераспределить имущество, и в итоге мы имеем то, что сейчас имеем. Более никаких успехов и в кавычках, и не в кавычках в период Хамитова в сфере обманутых дольщиков не происходило. Как раз на закате истории с Хамитовым в Башкирии и Уфе зародилось вот это странное сообщество под названием «Лишние люди», о котором мы будем много говорить далее, зародилось это сообщество как идея объединения инициативных групп разных проблемных строительных объектов в единую какую-то организацию. По сути, конечно, это достаточно здравая идея, но и тогда, и сейчас меня настораживало, в общем-то, то, кто возглавляет эту организацию, это сообщество, и куда оно их ведет. Изначально в лидерах этого сообщества были два человека, это господин Листков и госпожа Гайсина Зульфия, которые возглавили это все. Так как, судя по всему, оба они юристы, по крайней мере, Гайсина точно юрист по образованию, вроде как это выглядело логично, и изначально это все выглядело так, что это сообщество будет помогать обманутым дольщикам, оформлять документы, куда нужно их направлять, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, благая такая мысль, вроде как ладно. В дальнейшем, конечно, эта странная организация станет играть совершенно иную роль, и мы об этом обязательно поговорим. Надо сразу отметить, что сообществу «Лишние люди» не удалось объединить не то чтобы большинство, а даже, скажем, половину тех объектов, которые есть на территории Башкирии и Уфе. По моим сведениям, на данный момент в это сообщество входит 23 объекта, и то эта цифра, скорее всего, будет меняться в сторону понижения в ближайшее время, ввиду того, что внутри, конечно, этого сообщества сейчас наблюдается очень серьезный раскол. Напомню, что всего по Башкирии, по разным данным, от 75 до 79 проблемных объектов жилищного строительства, соответственно, вот эта организация «Лишние люди» охватила, ну, около третья, даже чуть меньше третья этих объектов. Говорить о том, что организация «Лишние люди» представляет дольщиков Башкортостана, категорически, конечно, нельзя. И теперь мы переходим постепенно к той ситуации, которая сложилась при приходе Ради Хабирова. Напомню, что буквально в первые дни своего прихода Ради Хабиров очертил проблемное поле республики Башкортостан, не забыв и о проблеме обманутых дольщиков. Вот именно тогда, в октябре, он сказал вот эту знаменитую фразу о том, что «Да, мы знаем о проблеме обманутых дольщиков, да, мы знаем, что это очень важная проблема, и я знаю, как ее решить». Ну, все замерли, конечно, в ожидании. Ради Фаритович попросил небольшую отсрочку, дайте мне тут сориентироваться, понять, что происходит. И уже где-то к началу декабря 2018 года начали происходить некие события. Хабиров дал задание сформировать дорожные карты по всем объектам. Те дорожные карты, которые были при Хамитове, были рассмотрены и целиком отвергнуты. И самое главное, что стало происходить в взаимодействии властей и обманутых дольщиков, Хабиров распорядился и отчасти реализовал идею о том, что сами дольщики определенным образом должны участвовать в процессе формирования решений по проблемным объектам. Это абсолютно правильная идея, абсолютно правильная схема. Она во многом выгодна всем сторонам, абсолютно. В первую очередь она выгодна Хабирову, потому что он показывает открыто, как формируются решения, как они зарождаются и как они реализуются. И дает теоретический механизм контроля. Я имею в виду, дает этот механизм самим дольщикам. Тем самым полностью избегая какой-либо критики и каких-то критических рассуждений о том, что там правильно или неправильно. Если они присутствовали при принятии решений, при формировании этих решений, то, естественно, какие могут быть претензии. Они же могли участвовать в этом. Во-вторых, эта схема, конечно же, выгодна самим дольщикам, потому что они находятся внутри процесса и понимают, как это происходит. И в какой-то момент могут вмешаться, например, с чем-то не согласиться, что-то обсудить, еще о чем-то договориться. В-третьих, это в целом снимает проблему недоверия власти и вот этой социальной группы. Это очень важно для обоих сторон. В общем, идея правильная. Но, как обычно у нас бывает в России, подкачала реализация. Когда Хабиров декларировал вот эту идею о том, что дольщики должны непосредственно участвовать в этих процессах, стал вопросом, ну а каким образом? Потому что, ну, дольщики – это несколько тысяч человек, которые, собираясь даже в количестве больше десяти, уже не могут договориться между собой, ну, как всегда, бывают в каких-то разрозненных человеческих средах. Что-то нужно делать. Естественно, нужна какая-то система делегирования и так далее. И вот здесь была совершена фатальная ошибка. Как обычно бывает у нас в среде исполнителей или руководителей этажом ниже, а то и двумя этажами ниже, я говорю о госстрое, которое к этому моменту колбасило и реконструировало, и выворачивало наизнанку. Так вот, этому госстрою, конечно же, было проще подыскать себе быстро лежащее на поверхности решение, а не заморачиваться, ну, каким-то серьезным подходом. Быстрым и лежащим на поверхности решением была Зульфия Гайсина, которая уже в этот момент достаточно интенсивно бегала вокруг Белого дома, значит, подавая сигналы, была замечена, и тут интересы сошлись. Значит, госстрой отчитался о том, что вот у нас есть представители дольщиков, и вот эта вот магическая формула, она, конечно, на некоторое время всех одурачила и оболванила, в том смысле, что представитель дольщиков, никто не стал разбираться, насколько человек или организация представляет дольщиков, я имею в виду, ну, как бы в количественном понимании, никто не разобрался, насколько человек или организация представляют именно интересы дольщиков, а не какие-то другие интересы, не дай бог, собственные или корыстные, ну и так далее. Но механизм завертелся. Появился тот самый пресловутый стройчас. Это некое совещание, проходящее по понедельникам, которое проводят ради хабиров, собирают причастных к этому процессу чиновников и представителей дольщиков, и они обсуждают там текущие вопросы, планы и решения. Где-то примерно к концу декабря, начало января, в недрах госстроя и, видимо, сознания людей, которым было поручено этим вопросом заниматься в правительстве, появились некие схемы решения проблемы. И вот в этот момент, когда эти схемы стали оглашаться, обсуждаться и трансформироваться уже в конец решения, появился первый признак дефекта вот этих вот конструкций, которые были созданы в части взаимодействия с дольщиками. Выяснилось, что госпожа Гайсина, которая к этому моменту прочно заняла кресло на этом совещании и насытила интернет фоточками из лифта Белого дома, не в состоянии представлять всех дольщиков Башкирии. Дело в том, что вот это взаимодействие с правительством и с Хабировым имеет смысл только если это взаимодействие будет налажено непосредственно со всеми объектами, пускай даже через делегатов. Вместо того, чтобы немножко потратить больше времени, действительно повозиться, пообщаться, повстречаться с людьми и сформировать некий совет из представителей вот этого сообщества, очень разнообразного и очень разного на самом деле даже по проблемам, вместо этого пошли самым простым путем, ткнули пальцем в Зульфию, которой и так было вокруг очень много и в общем-то сочли задачу решенную. Однако госпожа Гайсина и движение «Лишние люди» не представляют интересы большей части дольщиков Республики Башкортостан. Соответственно, мы получаем картину примерно ту же, что и при Хамитве. Дело в том, что движение «Лишние люди» и госпожа Гайсина не представляют не то чтобы всех дольщиков Республики Башкортостан, а даже их половины. Соответственно, схема автоматически потеряла всякий смысл. Получили примерно то же самое, что при Хамитве, но с имитацией представительства обманутых дольщиков. Дело в том, что эти сообщества, они настолько же разрозненные и разнообразные, насколько и индивидуализированные. Дольщикам и глино, в общем-то, все равно на то, как идут дела в Миловском парке, условно говоря. Дольщикам башстроя в Стерлитамаке абсолютно наплевать, въедут ли в свои квартиры жители Серебряного ручья или нет. Так вот, будучи отлученными от этих процессов, дольщики многих двух третей проблемных объектов Республики Башкортостан и Уфы, оказавшись за бортом этого процесса, они начинают, условно говоря, двигаться тем же самым путем, которым двигались и при Хамитве. Несмотря на то, что госпожа Гасина еженедельно постит себя дорогую, катающуюся на лифте Белого дома, это никак не отражается на процессах, идущих вот в этих вот двух третях сообществ обманутых дольщиков. Соответственно, в скором времени, как я прогнозирую, в Башкортостане случится новый кризис долевого строительства вот этих обманутых дольщиков. И вот почему это случится. Уже на прошлой неделе, на позапрошлой неделе раздалось достаточно много заявлений о том, что конкретными объектами никто не занимается. Вот таким объектом, таким объектом я перечислял их в прошлой передаче, их там действительно очень много, их несколько десятков. То есть это объекты, в которых с октября, с ноября вообще ничего не изменилось, про которые никто не вспоминал, никаких там дорожных карт не составлялось и так далее. Во-вторых, уже порядка семи инициативных групп, которые находятся в числе 23 инициативных групп, составляющих движение «Лишние люди», объявили о своем выходе из этой организации. А значит, треть и без того немногочисленных инициативных групп в составе движения «Лишние люди» покидают это движение. Соответственно, ну и представительство вот этой всей организации в стройчасе, там в госстрой и прочих этих вещах теряет абсолютно смысл. В итоге мы получаем, что госпожа Гайсина никого, кроме себя самой, в конечном итоге представлять там не будет. Ну, Хамитов не общался напрямую с дольщиками практически. Хабиров как будто бы общается вот через этот стройчас. Я надеюсь, что у него хватит реальных представлений о действительности, хватит смелости или решимости, ну, перестроить немножко эту конструкцию. И вот, на мой взгляд, как должно это выглядеть. Нужно все-таки потрудиться, я имею в виду госстрой и ту структуру внутри госстроя, которая курирует вот эту проблему обманутых дольщиков. Им нужно потрудиться и заново встретиться с подавляющим большинством, а лучше со всеми инициативными группами всех обманутых дольщиков и всех объектов. Это, в принципе, не так страшно звучит. На самом деле, надо разработать график, связаться, контакты, все есть, и вот последовательно все это сделать. Выделить из них одного-двух делегатов, причем дольщики сами охотно это сделают, эти лидеры там уже сформировались. Из них сформировать условный совет, который будет состоять из 50-60 человек. Эти люди почти все друг друга знают и вполне понимают, о чем идет речь. И уже из них сформировать абсолютный, условно говоря, исполком этого движения, причем это все неформально, не надо ничего регистрировать, не надо ничего протоколировать. Из них выделить 3-4 человек, которые будут представлять группы этих объектов. И вот эти 3-4 человека должны, ротируясь, участвовать в процессах, связанных с всевозможными оперативными совещаниями, всевозможными госстроями и так далее. Это люди должны быть максимально вовлечены в процесс, максимально понимающие, о чем идет речь. А вовсе не те люди, которые сейчас этим занимаются, эти Листковы, Гуськовы и Гайсины. На самом деле Гайсина вообще не дольщик, а просто человек-юрист, который долгое время получал вознаграждение за то, что занимается юридическими проблемами некоторых проблемных объектов. Ни один из них, в конечном итоге, из этих объектов никуда не продвинулся в плане своего статуса и стоит на том же месте. То есть это, проще говоря, это корыстный интерес, впрочем, находящийся в законном поле. А заниматься этим должны люди, которые действительно вовлечены в эту проблему и которые сами являются обманутыми дольщиками. Кроме всего прочего, надо, конечно, отметить, что та среда, которая сейчас сформировалась в этом процессе, она, конечно, уже совершенно закисла и сгнила. И вот показателем этого было такое интересное событие. На прошлом стройчасе Хабиров, видимо, под воздействием обсуждения вот этой вот нездоровой ситуации, повелел собрать собрание представителей дольщиков и с ними встретиться. 20-25 человек. Замечу, вот эта цифра как раз очень хорошо коллерируется с тем числом инициативных групп, которые находятся в организации госпожи Гайсиной. То есть Хабиров не сказал, что я встречусь с представителями всех проблемных объектов, а ему уже подсунули цифру 20-25. Более того, в чатах дольщиков после этого распоряжения возникло бурное обсуждение, кто же пойдет, и госпожа Гайсина уже начала показывать пальцем, «Ты не пойдешь, ты не пойдешь, ты не пойдешь, потому что ты мне не нравишься». Ну вот это, конечно, вызвало бурю гнева и возмущения. Вот именно поэтому многие инициативные группы, наверное, уйдут из этого движения. Стало всем очевидно, что проблемы объектов решаются выборочно. Выбор этот совершенно непонятен, судя по всему. На первом месте стоят те объекты, по которым можно показать быстрые результаты, которые нужны Хабирову. А на самом дальнем плане стоят те объекты, которые, скажем, не интересуют госпожу Гайсину. В общем, принципы абсолютно неправильные. Я очень надеюсь, что у Хабирова хватит разума оценить эту ситуацию и исправить ее. Здесь нет ничего зазорного. И я абсолютно точно понимаю, что Радий Фаридович столкнулся с задачей, которую он никогда не решал раньше. То, что происходило в Красногорске, имело абсолютно другую природу и абсолютно иную структуру решений. То, что сейчас происходит в Башкирии, это в определенном смысле некое ноу-хау. Я имею в виду вот этот вот выкоп за государственные деньги инфраструктурных объектов и коммуникаций. И за эти деньги достройка проблемных объектов. Это действительно очень интересная идея. Она, в принципе, не сильно противоречит здравому смыслу с точки зрения разбазаривания государственных денег. И, в принципе, эта схема реализуема по большинству объектов. Однако тревожит то, что именно структура принятия решения, структура взаимодействия и структура воздействия на сообщества, которые являются вот этими обманутыми дочками, устроена неправильно. Оно может попрепятствовать, если не заблокировать некоторые моменты решения вот этих проблем. И вот я считаю, что на это нужно обратить очень пристальное внимание тех людей, которые занимаются этими всеми вещами. По-быстрому это все дело сейчас переформатировать. Вникнуть снова на самом деле. Потому что, еще раз повторю, недостаточно внимательно к этому отнеслись и до конца не поняли ни социальную, ни техническую структуру вот этих сообществ. Стоит к этому вернуться. Я намеренно в прошлой передаче не стал говорить про арест, задержание бывшего вице-премьера Гурьева, госпожи Берг и господина Ахметова. И вот почему я не стал об этом говорить в прошлый раз и почти не буду говорить в этот раз. Дело в том, что крайне мало информации на этот счет. Информация очень противоречивая. Я имею в виду, что вот когда сначала прошли обыски у Гурьева, потом его задержали на 48 часов. И даже не было информации, отпустили его или нет, хотя эти 48 часов прошли. По моим данным, господин Гурьев и господин Ахметов сейчас находятся на свободе. Госпожа Берг арестована на два месяца. Подоплекой всех этих событий является обвинение в незаконном распоряжении землями, принадлежащими Республике Башкортостан. В прошедший период речь идет о трех участках земли в центре города, очень дорогой земли, которые были по определенному принципу переданы компании Су-10. На одном из этих участков был построен многоквартирный дом, и он уже практически заселен. На двух участках строительство не велось. И вот на данный момент следствие и справочнительные органы пытаются найти повод для обвинения вот этих трех человек, бывшего вице-премьера Гурьева, арбитражного управляющего Ахметова и женщину-чиновницу, управляющую муниципальным учреждением, госпожу Берг, в том, что они с корыстными целями распорядились этими землями. История эта очень сложная. На самом деле она значительно сложнее, чем пытается эту историю представить господин Рахматов в своих знаменитых статьях «Большой хапок». В эту историю вовлечено значительно большее количество людей, по моим сведениям, и я в них уверен в этих сведениях, нежели представляются вот в этих вот публикациях. В эти истории и в эту схему вовлечены люди, о которых Рамиль Рахматов даже не мог бы предположить. И потому вот сейчас я не буду давать никаких комментариев и не буду вставать на чью-либо сторону в этой истории, но я попытаюсь заинтриговать зрителей, мы это обязательно сделаем в ближайшее время. Подробности этой истории очень неожиданные на самом деле. Мне очень любопытно, каким путем пойдет развитие этих событий, потому что на самом деле, если кому-то кажется, что там все однозначно и понятно, и сейчас все сядут, и имущество будет возвращено, на самом деле это далеко не так. Ну и наша новая, но уже любимая рубрика «Give the stupidity a chance». Дайте глупости шанс. Башкирия и Уфа бесперебойно поставляют глупости и всякие веселые нелепости общественному пространству, и я выношу на суд зрителей, а проголосовать вы можете в комментариях, кто победил три номинанта на этой неделе. Первым, безусловно, является господин Мурзагулов, автор вот этих знаменитых баннеров, где Башкортостан чевствует своих героев через букву «В». ужасного дизайна картинки увесили всю республику, и в Уфе и за ее пределами развесили эти страшные багрово-бордово и какие-то баннеры с плохо читаемыми надписями и орфографическими ошибками. Судя по всему, увольнение министра образования было недостаточно для оздоровления и повышения уровня грамотности чиновничества в республике Башкортостан. Пиар-блог как был, так и остался у нас безграмотным и пишет вот такие баннеры. В общем, это первый номер в сегодняшнем конкурсе. Вторым участником этого состязания идиотизма, как ни странно, является федеральная фигура. На прошедшей неделе в Уфу приехал один из руководителей комитета по экологии и Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев. Вот этот вот гигантский боксер, он уже второй срок подряд сидит в Государственной Думе и уже теперь входит в руководство комитета по экологии. Так вот, он приехал в Уфу. Ну, казалось бы, логично, горит Сибай, Уфа, Валуев, ну, какой уж и есть, но, как говорится, парламентарий. Однако Валуев, ко всеобщему удивлению, ни слова не сказав и не сделав для Сибая, отправился по каким-то местам боевой славы. А когда его спросили, поедет ли он с Сибай, он так удивился, Сибая, что это? А, вот горит, да? Не, не, мне не докладывали, сказал Валуев, и поехал дальше по местам боевой славы, сопровождаемой бесконечно счастливым Ахмадинуровым. Видимо, они поехали куда-то в лес, как говорит Мурзагулов, грязь собирать. Кроме того, что Валуеву никто не сообщил вообще про Сибай, ему еще, видимо, забыли сообщить, что в Уфе войны не было, и боевой славы здесь со времен Колчака особенно не отмечалось. Ну, вот, тем не менее, это вторая позиция в нашем конкурсе идиотизмов, случившихся в Башкортостане на прошедшей неделе. Ну, и третьим претендентом на звание «Глупость недели» является Шамиль Валеев, который опять выбежал на арену цирка и опять нам что-то рассказал про страшные заговоры, которые плетутся в политической сфере Республики Башкортостан. В этот раз Шамиль Валеев поведал нам о том, что в Башкирии сейчас массово подкупают оппозиционеров. Кто подкупает, за какие деньги подкупает, каких оппозиционеров, следуя логике своего начальника Мурзагулова, Шамиль Валеев не сообщил. Они теперь пользуются абсолютно абстрактными вещами и совершенно категорическими заявлениями. Подкупают и все. Ну, я считаю, что вот эта самая, так сказать, глупая позиция, на самом деле, не называть ни фамилий, ни имен, ни цифр, а сообщать о событиях. И потому Шамиле Валееву, включая в эту номинацию, дайте глупости шанс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова